Мне сегодня даже не разрешают произносить кодовые слова. Теперь ты в этом списке, Дэнни, ты отмечен на смерть правительством США, которое наложило на тебя смертный приговор. Бум. Я должен был оставаться в безопасном доме. Я должен был постоянно переезжать, потому что у украинцев были команды, которые искали меня, чтобы они могли найти меня, исправить меня, а затем прикончить меня артиллерией. И в 2021 году Навальный должен был быть вовлечен в то, чтобы бросить гаечный ключ в путинские конституционные реформы, но я думаю, что вы обнаружите, что Навальный покончил с собой, и что это послание было отправлено. Том пришел к нему и сказал, «Не волнуйся, не волнуйся, Алексей, все будет хорошо. С твоей семьей все будет в порядке». И Навальный поступил правильно. Теперь он мертв, и вместе с ним умирают все секреты, все секреты, о которых позаботилась его жена. Вы когда-нибудь видели скорбящую вдову такой счастливой? Я нет. Итак, вот они. Это сеть пророссийской дезинформации на Западе. И ты видишь, здесь очень много очень видных людей. Возможно, ты узнаешь пару из них. Вот и я. А потом, я полагаю, Скотт, где ты, Скотт? Я не вижу тебя. Ты определенно здесь. На самом верху, прямо рядом с тобой. Ты на самом верху. Ты номер один. Ты в красном цвете. Я злой. Я злой. Ты не только в красном цвете. У тебя есть. Посмотри на эти линии, ты же знаешь, и для меня. У меня повсюду линии к Рэю Макгаверну, к Пепе Эскобару. Они, очевидно, бегло просмотрели мой канал. Ютьюб демонетизировал нас, мой канал. Мы до сих пор не монетизированы. Мы не знаем почему. Что есть, то есть. По крайней мере, они не запретили меня полностью. Ты же знаешь, не сняли с меня. Но это может произойти. Вот почему мы перешли на Рамбл, ты же знаешь, чтобы иметь запасной план и все такое прочее. В Америке нет свободы слова. Ты платишь цену несмотря ни на что. Тебя запугивают и так далее. Но когда дело доходит до Украины, во-первых, есть так называемый список мировица, список миротворцев. Это реально. Это список смертников. А это означает, что люди, внесенные в этот список, помечены для смерти, буквальной смерти. И они убивают людей. Дарья Дугина, они убили российского блогера. У них в списке целая куча детей, детей из Донецка и Луганска, которые выступили против украинцев. Так что они внесли детей в список и указали их имена, их лица, их адреса, и они хотят их убить. Это реальная сделка. Это настолько реально, что каждый раз, когда я ездил в Россию, мы должны были помнить об этом. До того, как я отправился в Россию, украинская боевая группа отправилась и убила украинского политика, перешедшего на сторону русских. Они, выследи его, застрелили из пистолета с глушителем, убили. Ты же знаешь, и так что ты же знаешь, об этом нужно помнить. Это реально. Это оказывает парализующее действие. Я имею в виду, что для такого человека, как я, который глупее грязи, это не имеет значения, потому что я просто не собираюсь никого пугать. Но другие люди могут сказать, я не хочу умирать за это дело, потому что это не так. И поэтому они перестанут говорить или изменят свою речь, или не поедут в Россию, хотя в противном случае они могли бы поехать в Россию. Так что они лишили себя возможности получить образование. Но затем, как вы знаете, появилась такая вещь, как Центр по борьбе с дезинформацией. Так вот, Центр по борьбе с дезинформацией появился сразу после начала специальной военной операции. Я думаю, что это произошло примерно в апреле 2022 года. Он финансируется правительством Соединенных Штатов. На самом деле, это детище Государственного департамента Соединенных Штатов. Они собрали украинцев вместе с людьми из офиса президента Зеленского и создали эту вещь. Они присутствовали на первоначальном организационном собрании. Они там, они предоставляют деньги. Деньги американских налогоплательщиков идут на это. И одна из первых вещей, которые делает Центр по борьбе с дезинформацией, это публикует черный список людей, которые говорят то, что украинцы не хотят, чтобы они говорили. Так вот, это черный список, финансируемый американцами. Это деньги американских налогоплательщиков, которые проходят через правительство Соединенных Штатов, поступают на Украину. Создают эту организацию для публикации черного списка американцев. А затем мое имя фигурирует в нем в первую очередь. Кстати, позже Центр по борьбе с дезинформацией занялся своей ежедневной пропагандой, ежедневной российской пропагандой, пропагандистом дня в России. И я установил рекорд как человек, получивший больше всего наград пропагандиста дня в России, что означает, что они выделяют меня и говорят, что я самый злой человек на планете. Ты можешь смеяться над этим. Я объясню тебе, почему это не смешно. Тогда я также выиграю звание пропагандиста недели и пропагандиста месяца. Есть причина, по которой я нахожусь на вершине этого списка. Я им не нравлюсь. Это нормально. Мне они тоже не нравятся. Но потом они поворачиваются и снова говорят об этом на встрече с налогоплательщиками США, где присутствуют люди из государственного департамента. Люди из ФБР, которые говорят, что люди из этого списка являются информационными террористами. И мы хотим, чтобы были написаны такие законы, чтобы с информационными террористами обращались как с настоящими террористами и подвергали их всем наказаниям, чтобы мы могли выслеживать их и убивать, чтобы наказанием за то, что вы делаете, был информационный терроризм, была смерть. И они приняли законы, и правительство США собирается. Мы собираемся профинансировать это прямо сейчас. Я не единственный американец в этих списках. Другие тоже. Теперь ты в этом списке, Дэнни, ты отмечен на смерть правительством США, которое наложило на тебя смертный приговор, потому что это наши деньги, которые финансируют это. И теперь появился новый список, прикрепленный к украинской разведывательной службе, и это еще один список смертников. Я также занимал видное место в этом списке. Я не знаю, составили ли вы его еще, но это списки смертников, а это означает, что наказанием за высказывание своего мнения является смерть. И это не фейк. Опять же, я не хочу преувеличивать и не хочу говорить, но я не могу сказать, что еще в мае нам приходилось менять то, что я делал. Потому что разведка предполагала, что украинцы создают команды для того, чтобы сделать мне что-то плохое. И в этой поездке мы тоже беспокоились об этом в Севастополе и на новых территориях. Мы должны были быть осторожными. Я должен был оставаться в безопасном доме. Я должен был постоянно переезжать, потому что у украинцев были команды, которые искали меня, чтобы они могли найти меня и справить меня, а затем прикончить меня артиллерией. За преступление, заключающееся в том, что я говорю. Просто говорю, вот и все. Говорить — это преступление. Сейчас там есть люди, и я знаю это, когда читаю чат, что я не должен читать, что людям не нравится то, что я говорю. Я поддерживаю ваше право не соглашаться со мной. Я думаю, это здорово, что вы не согласны со мной, потому что есть пара вещей. Во-первых, я имею в виду что-либо вы никогда не согласитесь, потому что ваша работа не в том, чтобы соглашаться, ваша работа состоит в том, чтобы быть негативным. Тогда вы не имеете значения. Но давайте предположим, что вы действительно думающий человек и не согласны со мной. Это означает, что я не делаю свою работу должным образом. Это означает, что я должен лучше формулировать свою точку зрения, чтобы убедить вас. Я должен получить свои факты обратно по той причине, что вы не согласны со мной. Мне нужно работать лучше. Нам нужно провести дискуссию, диалог. Ты знаешь, Льюис Брандейс был судью Верховного Суда еще во время Первой мировой войны в 1920-х годах. Но в 1927 году он провел знаменательное дело. И я могу ошибаться, но я думаю, что это Мичиган против Соединенных Штатов. Я думаю, что именно в этом и заключается суть дела 1927 года. Но в основном они хотели подавить свободу слова, заявив, что то, что говорили люди, было угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Так что им нужно было подавить эту речь. И Брэнди вышел и сказал, что это не то, о чем мы говорим в Америке. Я имею в виду, ты же знаешь, что если ты можешь честно сказать, что эта речь угрожает национальной безопасности, да, я думаю, что она должна быть подавлена. Но только потому, что ты с чем-то яростно не согласен, не делает это угрозой. И ответ на плохую речь, это никогда не подавление. Ответ на плохую речь, это лучшая речь. Это означает, что если ты не согласен со мной, все в порядке. Выскажи свою точку зрения, завоюй расположение публики. Давайте проведем дискуссию. Вот как это работает. Вот почему я так зол на CNN, MSNBC и всех остальных сегодня. Потому что они говорят о Дональде Трампе. Я понял. Ты не согласен с Дональдом Трампом. Есть много вещей, с которыми я тоже не согласен с ним. Я думаю, что это круто, что мы не согласны. Мы должны сформулировать это, но они не хотят этого говорить. Что они делают, так это говорят, что мы должны заставить его замолчать. Это дезинформация. Дамы и господа, всякий раз, когда вы слышите слово дезинформация, поймите, что вы говорите о цензуре, потому что это не имеет значения. Это идея. Не называй это дезинформацией. Просто скажи, что это их идея. У меня есть идея получше. У меня есть лучший способ спорить. Я могу сделать это. Я могу завоевать тебя силой своих аргументов. В тот момент, когда они говорят, что это дезинформация, они говорят, что я не могу победить в этом. Я не знаю, как с этим справиться. Я не могу, я не могу преодолеть это. Они делают это лучше, чем я, так что теперь это дезинформация, и мне нужно подавить ее в Америке. Мы ничего не подавляем. Мы не должны ничего подавлять. Мы должны позволить всему этому выйти наружу. И если это неправильно, то мы должны придумать лучшие идеи, лучшие способы выражения нашей точки зрения и привлечения людей на свою сторону. И если мы не сможем этого сделать, то мы заслуживаем того, чтобы проиграть. Но мы не можем победить путем подавления. Это не тот способ, которым работают Соединенные Штаты. И все же, когда вы возвращаетесь к той диаграмме, которую вы там разместили, это именно то, что они пытаются сделать. То, что они говорят, это то, что все люди в этом списке должны быть проигнорированы, подавлены, потому что это дезинформация. Они не говорят, почему это дезинформация. Они просто говорят, что это дезинформация. Это дезинформация. Это вводит в заблуждение. И ты знаешь, CNN, дезинформация Трампа. Ты знаешь, посмотри еще раз, мы можем поговорить о 6 января. Я не хочу говорить о 6 января, но мы можем, ты знаешь, если ты выскажешь это там, там есть нарратив. С каждой стороны есть свой нарратив. Пусть этот нарратив проявится. Что мне не нравится, так это когда они говорят, о, ты парень из 6 января. Мы не хотим тебя слушать. И я такой, нет, я хотел бы выслушать их точку зрения. То же самое и с 11 сентября. Я тоже не хочу спускаться в эту кроличью нору, но есть люди, у которых есть своя точка зрения о здании 7, об этом, о том. Мой ответ, никогда не подавляй их. Мой ответ, выкладывай все это. Я прочитаю это. Я выслушаю это. Я могу не согласиться с этим. И в конце концов, я никогда не собираюсь подавлять тебя. У тебя есть право говорить то, что ты говоришь. У тебя есть право верить в то, во что ты веришь. И если ты можешь сформулировать это лучше, чем я, то я не должен удивляться, когда больше людей согласятся с тобой, чем со мной. И если я хочу это изменить, то мне нужно придумать более убедительный аргумент, более убедительное использование фактов. И именно это делает Америку лучше, потому что сейчас у нас происходит интеллектуальное обсуждение, где факты имеют значение. И ты знаешь, как важно то, как ты организуешь свои мысли. А затем мы можем информировать людей, наделять их знаниями. Это чудесно. Именно в этом и заключается суть американского гражданства. Наделенные знаниями информацией никогда не подавляйте, всегда выражайте. Вау, это в духе Джесси Джексона. Мне это нравится. Никогда не подавляй, всегда не подавляй, всегда выражайся там. Это моя новая мантра о гражданских правах. Ну, я думаю, что дело, о котором вы говорили, было в 1927 году. Какое это имело отношение к делу? Над ним определенно председательствовал Льюис Брандейс. Это был Рутенберг против Мичигана? Возможно, это оно и было. Да, это было основано на давнем активисте Коммунистической партии, которому было предъявлено обвинение в проведении тайного собрания, и он преподавал, ты знаешь, просвещал. И за это его привлекали к уголовной ответственности. И по сути, то, что говорит Брандейс, заключается в том, что должна быть явная и непосредственная опасность. Должна быть чрезвычайная ситуация, прежде чем начнутся репрессии в отношении публичного обсуждения. И это действительно важно, учитывая все то, что ты только что сказал, Скотт. Потому что именно то, что здесь криминализируется, это публичное обсуждение. Это то, что мы делаем. Мы говорим о Китае, боже, если я подниму тему газа или Палестины, это одна из самых цензурируемых тем здесь. Если говорить о том, что Израиль делает с Рафой, ты поместил Рафу в заголовок на YouTube и угадай, что произошло. Ты был демонетизирован, ты поместил парней, ты был демонетизирован дворцом. Я выиграл видео с тобой, где я прошел через нелепый апелляционный процесс только потому, что там была информация о газе и о том, что больницы были разбомблены, о беженце. Вот что здесь криминализируется. Просто в буквальном смысле публичная дискуссия. А затем, конечно же, Асанж, вероятно, является лакмусовой бумажкой, учитывая, что именно это он и сделал. Он открыл огромную общественную дискуссию, раскрыв то, что держалось в секрете, что не должно было храниться в секрете, а именно информацию о том, что Соединенные Штаты делают по всему миру, как они обращаются со своими собственными внутренними избирательными системами и многими другими вещами. В этом и заключается забавная особенность Асанж. Он был арестован за то, что он способствовал публикации секретной информации. И это была секретная информация, видеозапись убийства в Ираке вертолетами журналистов и тому подобное. Дипломатические телеграммы, которые смущали Хиллари Клинтон, это поцелуи смерти. Хорошо. И они сказали, что он не должен был этого делать. Они так и не получили ни Нью-Йорк Таймс, ни Вашингтон-Пост, ни Гордиан, ни других людей, которые опубликовали это. Они просто преследовали его. Но вот в чем дело. На прошлой неделе у нас был Майк Тернер, председатель комитета по разведке, который сделал забавную маленькую вещь, где он внезапно в панике сказал, «О боже, есть разведанные, которые должны быть обнародованы». «Я хочу, чтобы каждый член Конгресса прочитал это, и президент должен быть классифицирован вместе с его чрезвычайной ситуацией. Мы должны обсудить это». А потом он выложил разведанные. Но то, как он это сделал, это Вашингтон, округ Колумбия. И так каждый журналист, который в ту ночь сидел в баре и потягивал свой Маккаллен, разбавленный чем-то, воскликнул «Святая корова». «Эй, ты мой человек в Конгрессе». «О чем говорит Тернер? Ну что же, нам нужно провести встречу». «Хорошо, давай сходим в бар, выпьем Маккаллена и встретимся». Так что они приходят в бар. Там есть отчет о необработанных разведанных, который пришел из России, о, ты знаешь, противоспутниковых вещах. Бум. На следующий день бум, необработанные разведанные анти. Они только что скомпрометировали источник разведанных. Теперь тебе не обязательно быть сторонником разведки. ЦРУ, отстой. Я понял. Но ты знаешь, допустим, что Соединенные Штаты хотят вступить в конструктивный контроль над вооружением, с русскими. Теперь ты президент Соединенных Штатов, и ты встречаешься со своей командой, пытаясь выработать переговорную позицию. И у тебя есть эта необработанная разведывательная информация, которая говорит о том, что русские что-то делают. Так что ты хочешь выработать переговорную стратегию, чтобы попытаться помешать русским сделать это. Но тебе нужно знать, насколько далеко они продвинулись, каковы их реальные намерения и так далее. Так что ты хочешь, чтобы эта разведывательная информация продолжала поступать к тебе. Это помогает формировать политику. Очень важно, чтобы эта разведывательная информация была уничтожена. Она была сожжена, закончена, бум, потому что, опубликовав эту информацию, русские спросили, как, черт возьми, они узнали об этом. Затем они вернулись и провели обратный инжиниринг, и сказали, ну у нас была встреча 15 января, на которой присутствовало 26 человек. Мы просмотрели, ты знаешь, три из них позвонили по телефону, да, 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 все в порядке, закройте все эти телефонные линии, смените все эти телефонные номера, откажитесь от этих кабелей. И внезапно люди из разведывательного сообщества, которые говорили, эй, мы наконец-то попали на эту встречу. Мы наконец-то получаем информацию. Теперь у них ничего нет. И теперь президент говорит, как нам обновить нашу стратегию переговоров. Мистер президент, у нас ничего нет. Что ты имеешь в виду? У нас была отличная разведка. Больше нет. Это ушло. Спасибо, Майк Тернер. Ты только что подставил Америку, потому что играешь в глупую политику. Теперь собирается ли Майк Тернер сесть в тюрьму? Он способствовал разглашению секретной информации. Он не сядет в тюрьму. Собираются ли они провести расследование и выяснить, кто из членов Конгресса разговаривал со СМИ и посадить их в тюрьму? Нет. Собираются ли они посадить в тюрьму репортеров Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, которые встречались с этими людьми из Конгресса и получили эту информацию? И это совершенно секретная информация. Леди и джентльмены, я говорю вам, что это сверхсекретно, потому что источник, вероятно, был связан с коммуникациями, очень уникальный. Вероятно, после него было поставлено целое множество кодовых слов. Мне сегодня даже не разрешают произносить кодовые слова. Вот насколько это чувствительно, когда вы подписываете документ, в нем говорится, вы знаете, это программа. Это название программы. Мне даже не разрешают произнести название программы. Вот как они только что все испортили. Все кончено, закончено. И никто не сядет в тюрьму. Но Джулиан Ассанж сидит в тюрьме. Его собираются экстрадировать в Соединенные Штаты, где его убьют. В буквальном смысле. Если он приедет в Соединенные Штаты, он умрет, чувак. Все это знают. Все знают, что он больше никогда не будет свободен. Он потеряет жену и детей из-за чего? Из-за ничего. На прошлой неделе было совершено просто чудовищное преступление, чудовищное преступление, имеющее последствия для национальной безопасности. Я только что сказал вам, что ни один человек не будет привлечен к ответственности за это или привлечен к ответственности по этому поводу. Да, двойные стандарты просто есть. И они не только такие резкие, но и повсеместные. Это происходит из-за отсутствия подотчетности тех, кто на самом деле совершает преступления. Я имею в виду, что такие люди, как Навальный, Алексей Навальный, заслуживают похвалы. Я имею в виду, что это так. Это не только коррумпированная, святая коррумпированная фигура, но и тот, кто, если вы просто бегло взглянете на то, кто он такой. Это тот, на кого те же самые деятели истеблишмента, которые всегда любят заявлять, что они против, цитирую без кавычек, коррупции, авторитаризма, когда они выдумывают это где-то. Они отворачиваются, когда это не так, когда это Украина, когда это Азов, когда это Навальный. Они отворачиваются от своей фашистской и просто откровенно уродливой, бесчеловечной политики, а также от своих действий, которые направлены на то, чтобы причинить боль. Это должно привести к войне в России. Они отворачиваются от этих вещей. Тем временем, такие люди, как Джулиан Ассанж, настоящий журналист. Навальный не был журналистом, он не был, но настоящие журналисты, такие как Ассанж, подавляются. Люди, которые просто пытаются сказать правду, которые пытаются донести правду до людей. Вот на кого нацелены все эти вещи. Но это даже хуже, чем этот Навальный. Послушайте, все, кто это смотрит, должны помнить 2016 год и то, как Трамп вступил в сговор с вами, знаете, русскими воротами. Верно. Трамп вступил в сговор с русскими, чтобы украсть выборы. И все это оказалось ложью. Каждый аспект этого оказался ложью, но это не имеет значения. Американцы были справедливо возмущены, потому что никто не хочет, чтобы люди вмешивались в наши выборы. Теперь израильтяне могут покупать выборы каждый избирательный цикл, и никто ничего не говорит, но это израильтяне. Так что это не имеет значения. Но если бы русские покупали выборы, позвольте мне выразиться так, если бы русские делали то, что делают израильтяне, мы бы закрыли это в мгновение ока. Если бы русские вышли русский, Анатолий Антонов вышел сегодня и провел пресс-конференцию, и сказал, да, у нас есть 100 миллионов долларов на столе прямо сейчас, чтобы купить Конгресс. Либо поддержите Россию, либо мы пойдем на праймерис. Люди сказали бы, что тебя выгнали из страны. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь покупать. АПАК, который является расширением израильского правительства, вышел и сказал, что у нас есть 100 миллионов долларов, чтобы купить произраильских конгрессменов. И все говорят, что все в порядке. Это не так. Но давайте поговорим о Навальном во второй раз. В 2007-2008 годах Навальный участвовал в финансируемых США усилиях по вмешательству в российские выборы. Мы буквально купили оппозицию и попытались устроить цветную революцию, чтобы предотвратить смену власти. Это прямое вмешательство. В 2011-2012 годах мы вмешивались в российские выборы, чтобы не допустить возвращения Владимира Путина на пост президента. Вы помните, как Хилари Клинтон говорила об оппозиционных группах? Джо Байден прилетел в Москву в марте 2011 года и встретился с оппозицией и сказал, что это нехорошо для России. Если Путин вернется к власти, вам нужно остановить это. Могли бы вы представить прямо сейчас, как Дмитрий Медведев летит в Америку и встречается со всеми, кто против Байдена и говорит, что это нехорошо для Америки, если Джо Байден снова станет вашим президентом. Вы, ребята, должны прекратить это. И вы думаете, что мы все будем сидеть там и говорить, ну что же, спасибо, что пришли и поговорили с нами и благословили нас своим проницательным взглядом, мистер Мудидо. Мы действительно ценим это. Нет, мы говорим им, чтобы фунт сказал, убирайся к черту из нашей страны. Не вмешивайтесь в американские выборы, но мы вмешиваемся. Навальный сыграл важную роль в 2011-2012 годах, финансируемой ЦРУ. Помните, вы показывали видеозапись. Его заместитель пытается получить от британцев от 10 до 12 миллионов долларов, чтобы они могли оказать влияние на те самые выборы, вмешиваясь в них значимым образом. И в 2021 году Навальный должен был быть вовлечен в то, чтобы бросить гаечный ключ в путинские конституционные реформы, которые проходили там, где он переделывал конституцию, чтобы сделать ее железной гарантией против американского вмешательства. И Америка знала, что если Путин отстранит нас, нам конец. День, когда мы купим оппозицию, закончился. Потому что Путин ведет все необходимые сдержки и противовесы, чтобы убедиться, что мы не сможем этого сделать. Навальный должен был вмешаться в это, и его последнее действие, состоящее в том, чтобы умереть, заключается в том, чтобы помочь создать. Все знали, что с Навальным покончено как с оппозиционным деятелем. На самом деле это Навальный. Он ушел. Я имею в виду, что он исчез, даже если вы ничего не знали об этом. Никто не обращал на это внимания. Но, например, есть бывший глава нового экономического колледжа, который сбежал в 2013 году. Сейчас он преподает где-то в другом месте. К нему хорошо относятся, но он находится в контакте. Он был большим сторонником Навального. Он сказал, что Навальный понимает, что совершил ошибку. Ему не следовало возвращаться. Ему очень жаль. И он хотел бы иметь шанс уехать из России. И он хотел бы выйти. И он никогда больше не создаст проблем. Его день это день оппозиционера. И это парень, который разговаривает с Навальным. Навальный уволился. Навальный сказал, что с меня хватит. Я закончил. Я больше не хочу этим заниматься. Они сломали его. Они сломали Навального. И теперь Запад идет вперед, но ты не можешь быть сломлен. Мы вложили в тебя слишком много. Ты символ. Мы должны сделать тебя символом. Так вот перед нами сломленный человек. Вот в чем заключается сделка. У Рута и у русских на самом деле это вышло из-под контроля. Я не знаю, правда это или нет. Но крупная немецкая газета опубликовала информацию о том, что велись переговоры о том, чтобы обменять Навального, который является известным активом ЦРУ, на парня в Германии, который убил военного преступника. Они убили его. Он был парнем, который ездил по головам русских солдат во время Чеченской войны и все такое прочее. Так вот, патриотичный русский, по словам Путина, пошел туда и взял дело в свои руки. Нет, он был грузином, и он один из русских. Он принадлежит им, и они хотели обменяться. Так вот, были разговоры. Были разговоры о том, чтобы вытащить Навального за этого парня и, возможно, бросить в эту смесь Эвана, журналиста журнала Wall Street Journal, чтобы запустить этот обмен. Так вот, есть разговоры о том, что Путин говорил об этом в своем обсуждении с Такером Карлсоном, но вот в чем проблема. Если Навальный выйдет, то не будет никакого символа. Не будет ничего. Он сломленный человек. Он выйдет в результате обмена шпионами, в результате которого Соединенные Штаты скажут, да, он все это время был шпионом. Да, мы вмешивались в российские выборы. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Где мы находимся сегодня? У нас есть Навальня, его жена Юлия, которая теперь стала новым лидером оппозиции. Она активизировалась. Она говорит, что я собираюсь продолжить дело Навального. Новое лицо, новый импульс, новые разговоры и так далее. Так что теперь мы проводим обратный инжиниринг, чтобы это произошло, он должен был умереть. И если вы не думаете, что это был несчастный случай, вы понятия не имеете, что вы знаете. И опять же, именно поэтому я назвал это моментом пяти ангелов Фрэнки, крестным отцом в конце фильма. Ты знаешь, ты предал Цезаря, но теперь тебе нужно сохранить свою семью, потому что помнишь, дочь Навального получила бесплатное образование в Стэнфорде. Майкл Макфолл. Я просто хочу соединить точки здесь. Майкл Макфолл дал ей бесплатное образование. Семья. Юлия Навальная теперь станет новым крестным отцом. Она глава семьи. Как это произошло? Ничего из этого не произошло бы. Я имею в виду, что ты не можешь отменить образование, но я могу гарантировать, что у мисс Стэнфорд, получившей образование дочери Навального, закроются все двери перед ее лицом. Если Навальный выйдет и скажет, что я был марионеткой ЦРУ, потому что что происходит с людьми, которые признают, что они были марионетками ЦРУ, они исчезают. Они открывают по 7-11 утром и все. Они моют папай рестораны ночью. Вот такие работы им достаются, потому что никто их не наймет. И она никогда не получит работу. Она будет разрушена. Жена будет разрушена, обанкротится. Его сын будет разрушен, обанкротится, у него не будет будущего. Прямо сейчас. О семье позаботиться. И это важная вещь о пяти ангелах Фрэнки. С моей семьей все будет в порядке. Не волнуйся, Фрэнки, все будет хорошо. Но это означало, что Фрэнки должен был умереть. Так вот, я не знаю, как умер Навальный. Что я знаю, в чем я сильно подозреваю, так это то, что в 2020 году, когда он летел на самолете, это была вызванная им самим передозировка наркотиков, разработанных для создания медицинского препарата. И немецкие, немецкие медицинские данные подтверждают это. Нам нужно знать больше о том, посещал ли его кто-нибудь. Ходят слухи, что люди посещали его за два дня до того, как, по их словам, они дали ему лекарства. Что это было? Смотри, русские цепляются за тело. Я думаю, что они проводят очень подробный химический анализ того, что здесь происходит. Но я думаю, что вы обнаружите, что Навальный покончил с собой, и что это послание было отправлено. Том пришел к нему и сказал, не волнуйся, не волнуйся, Алексей, все будет хорошо. С твоей семьей все будет в порядке. И Навальный поступил правильно. Теперь он мертв, и вместе с ним умирают все секреты, все секреты, о которых позаботилась его жена. Она была возвышена. У этой причины есть новая причина, и все это было как нельзя кстати для Мюнхенской конференции по безопасности. Она была готова. Она была перезагружена. Она была прямо там, готовая к рок-н-роллу. Вы когда-нибудь видели скорбящую вдову такой счастливой? Я нет. Я не знаю, я не знаю, я не знаю.